Привет, друзья! В эфире Литвины Лайв. Сегодня мы разберем несколько комментариев под нашим видео. Мы решили в будущем проводить подобные стримы. Регор выбрал 4 комментария. На следующей передаче, когда мы будем проводить подобную передачу, 4 комментария выберу я. Зачитываю первый комментарий. Вильнюс основан в 1323 году литовским князем Идеминосом на месте проживания баусских племен. Где вы увидели что-нибудь белорусское в этом предложении? Вот такой был комментарий от комментатора из Литвы под нашим видео. Не хочу обидеть этого комментатора, но это очень глупый комментарий. Поскольку в 1323 году не существовало в полном смысле современной нации литовской, как и современной нации белорусской. Эти понятия появились в XIX веке, во второй половине в основном. Или где-то так, в течение XIX века. Город на месте Вильни или Вильнюса существовал и до Гедемина. Другое дело, что Гедемин перенес сюда свою резиденцию. В свой княжеский, великокняжеский двор. И отсюда он написал вот эту известную грамоту, письмо, которое было адресовано гандзейским городам. Датировано 16 сентябрем 1323 года. И необходимо дословно видеть, что написано в этой грамоте. Там написано «Ностро цивитас вилна». Он не говорит, что я основал город. Он сказал в этом документе, что он выстроил костелы в городе Вильна и в городе Новаградок. Вот он упоминает два этих города в этой грамоте. Конечно, археология сегодня ясно доказала, что на этом месте жили люди балской культуры. Какого они племени были, мы не знаем, какое это было литовское, не литовское. Это были балские люди. Такие же балские люди жили на территории Беларуси. И сюда подтягивались переселенцы с территории современной Беларуси, которая потом в Вильне основала... Скорее всего, что оно уже существовало это поселение при Гедемине, так называемый «Цивитас Рутеника», то есть русский город в пределах сегодняшнего старого города Вильни. А напротив возникл немецкий город, где селились пришельцы, переселенцы из западных земель. Из Польши, из Пруссии, из Ливонии. Их называли немцами всех, потому что это, как правило, были люди католического расповедания. И многие говорили, многие действительно были немцы. И вот этот город вот таким образом постепенно формировался из поселения в протогород, как его называют, как говорят археологи, уже, скажем так, поселение городского типа. И при Гедемине это уже «Ностро Цивитас», то есть уже это город. И, конечно же, твердить, что там ничего не было белорусского, в современном понимании, может, там и не было ничего белорусского, потому что сегодня белорусы несколько другая нация. Конечно, это потомки тех старых русинов или старобелорусов, как угодно можем называть всех людей, но это мы, наши предки, или как бы их потомки, они сюда не прилетели с Марса или с Луны. Это люди, которые здесь жили испокон веков. То есть так же, как и предки современных литовцев, особенно, что касается территории Вильны. И никакой твердой границы между краем, где возникла Вильна, и территорией современной Западной Белоруссии или там Полоцкой землей не существовало. Такие же славянские племена, как, например, Кривичи, они селились анклавами там, где было место, там, где они в себе нашли это место. И поэтому вот возникла такая чересполосица. Поэтому даже в Вильне встречаем топонимику, которая схожа с Полоцкой. Кривый город и Кривая гора абсолютно перекликается с городищем Кривец в Полоцке. То есть такой комментарий просто, ну, хорошо, он, может быть, западает в какие-то националистические литовские нарративы, но с историографией ничего общего не имеет. Вас понял. Переходим к второму комментарию, который написал житель, как я понимаю, из Белоруссии. Ну, возможно, он сейчас не живет в Белоруссии, но из современных белорусов. Литовисам на Аловак. Для жимойтов, литуусов царская улада Российской империи открывала школы. Цитата. Так в большей части Ковенской губернии, населенной жмудинами, имеющими свою письменность, хотя еще незначительную, но представляющие уже для народа молитвенники, календари и некоторые другие полезные книги на жмудском языке, на котором народ слушает исповеди в костелах и исповедуется в этой губернии. Это, я понимаю, цитата из каких-то исторических трудов, я понял. Он тут приводит ссылки, но мы ссылки уже приводить не будем. Ну, это тоже такой комментарий, тоже уже в другом стиле, уже в националистическом белорусском стиле, поскольку смешно утвердить, что в Ковенской губернии открывались, там, благодаря царской власти, школы с народным языком. Это глупость. Эти школы открывались с белорусским языком на территории губернии, где проживало белорусское население, а там открывались школы, где проживало литовское, литовскоговорящее население. И, как правило, они открывались стараниями местных патриотов. И в отличие, например, от белорусских губерний, в Ковенской губернии, кстати, эти школы открывал Клир католический. Вот известный Жемайский, да, это считалось, Ковенская губерния называлась Жемайская епархия. Ее территория была чуть-чуть больше, вот она заходила на территорию Виленской губернии аж до Браслова. Вот известный деятель католической церкви, и фактически он стоял у истоков национального возрождения и эмансипации литовского народа, Валанчус или Валанчевский, он действительно происходил. Ну, можно сказать, что он происходил из жемайского крестьянства, точно так же, как основоположник литовской новой историографии Симонас Даукантес, он тоже происходил из крестьян, либо зажиточных крестьян. В основном, ну, жемайти, они оба родились именно на территории старой жемайти, далеко на западе, почти там, недалеко от побережья Балтийского моря. Оба учились в жемайской кальварии, было такое местечко, вот, они, в принципе, даже были современники. Но они продвигали идею литовского национального возрождения, литовского языка. То, что они происходили из жемайтов, ну, происходили из жемайтов. Здесь это не играет такую роль. Они, конечно, существовали, существуют жемайские наречия, но язык, которым они писали, это язык литовский. И Валанчус помогал переправлять литературу на литовском языке, которая печаталась в Пруссии, вот, для этих церковно-приходских школ, где детей литовских христиан учили грамоте, читать, писать. Он сам составил. Ну, жемойты утверждают, что жемойты китай отдельный язык. Ну, можно его назвать, я не знаю, в этом плане я не специалист, чтобы сказать однозначно. В любом случае жемойты имели всегда свое наречие, да, всегда. Это этнос, который родственный, близкий литовскому этносу, но они имели свою самобытность. Естественно, что говорили на своем, на жемойтском наречии. Они несколько отличаются, но это не, ну, не знаю, если кому-то нравится говорить, что это отдельный язык, то пусть говорят. В конце концов, если посмотрите на речи белорусского полесья, да, и это тоже можно назвать отдельным языком, но насколько он отдельный, вы там найдете элементы как из белорусского, так и из волынских, украинских говоров, да, то есть это переходная такая зона. Здесь трудно сказать, если это был действительно язык уже прямо, или это на речи, раз жемойты и литовцы друг друга весь понимали непосредственно, без переводчика, то есть, наверное, конечно, можно сказать, что и белорусы и украинцы друг друга поймут это тоже, но потому что эти языки появились, в принципе, исходили из каких-то общих параметров, да, то есть и здесь, наверное, такая ситуация была. Но сказать, что это были прямо вот они жемойты, вот что вот литовцы, это жемойты на самом деле... Нет, нет, я так не говорил, я так не... Нет, я не вам это говорю, я говорю этому комментатору, который написал, что это типа какие-то жемойтские школки открывались, там, не знаю, там, благодаря царской власти, это глупость полная. Открывались они стороннями людей, которые себя считали литовцами, неважно, что они происходили из жемайских властей, но эти люди себя считали частью литовской нации, и они возрождали или становили именно литовскую нацию вот в современном понимании, в современном смысле этого слова. И, конечно, если, например, посмотрим, то почему вот это возрождение произошло более успешно, может быть, потому что деятели литовского национального возрождения происходили именно из крестьянской среды. Хотя, ну, это как бы один из элементов, вот такая вот интересная вещь, что большинство деятелей белорусского национального возрождения, Богушевич, Дунин Марцинкевич, они происходили в основном из шляхты, да, но тем не менее тот же Дунин Марцинкевич, вот он написал первую пьесу на белорусском языке, она была впервые поставлена, вот можно сказать, что первая белорусская пьеса была поставлена в 1852 году, вот уже в середине 19 века. Белорусский язык звучал, как он практически звучит сегодня. Вот точно так же и в Литве шел такой же процесс, и называть его жемайцким сегодня, как пишет этот комментатор, это просто глупо. А тем более говорить, что там для жемайтов, как он пишет, или, как я говорю, для литовцев старалась царская власть, это тоже глупо, поскольку это было 50-е годы, это было время до восстания в Литве и Белоруссии, ноябрьского, у нас его называют восстанием Калиновского. Потом, конечно, обрушились репрессии на многих, и многие из этих школ были закрыты, языки были запрещены, книга печатания уже встречена, всякое было. Но не было такой политики, чтобы там царская власть прямо беспокоилась о национальном возрождении. Они это не запрещали в какой-то исторический момент. Вот если возрожденцы с ними каким-то образом не шли в какую-то конфронтацию, не представляли себя какой-то там мнимой или настоящей угрозой царской власти, это разрешалось. Но как только возникали какие-то кризисные ситуации, то тут же на них обрушивались репрессии. Вот поэтому это тоже глупый комментарий, утверждающий полный нонсенс. Не знаю, какие там источники для этого нужны, но, по-моему, это просто выдавание желаемого за действительное. Третий комментарий. Этот комментарий оставил комментатор из Литвы. Белорусы никогда не были литвинами. И вирус всегда был и есть и будет столицей истинной Литвы. Ну, добрый день. Это такая же вот уже, вот тоже такая, как это, как сказать, это лозунг какой-то из националистической. Да, это лозунг. А вообще, а кто эти истинные литовцы? Мне кажется, что, я не говорю, что во всех случаях, что может быть так, может быть такой случай, что какой-нибудь веленский поляк на самом деле имеет больше отношения к той Литве, чем самый заявленный литовик современный. Может быть, вполне. Я июзер обязательно так, но так случится можно. Вы правы, может быть. Если копать корни, откуда он, кем мы... Да, да, да. Этот комментатор просто прочитал где-то, что вот в 16 веке в литературе, такой, можно сказать, этнографической, появилось понятие писательское «литуания проприя», то есть какая-то истинная Литва. И сегодня люди, которые не особо в истории разбираются, но почитали там пару книжек, пару нарративов, вот они, значит, очерчивают, что территория двух воеводств бывших, Трокского и Виленского, вот это вот «литуания проприя». Даже если так, даже если так, хотя это неправда, даже если так, то посмотрите состав Паветов, господа комментаторы, этих двух воеводств. Там половина территорий сегодня, это западная Беларусь. И совсем чуть-чуть там территория Литвы. Хотя на самом деле, та Литва, вот как земля литовская, это была огромная территория на самом деле. Это территория как минимум четырех воеводств тогдашних. Конечно, Виленское, Трофское, но также Менское и Новоградское. Это территория вот княжества Великого Гедемина, которое потом составляли две полы, были разделены формально между братьями, их называют иногда соправителями, но это тоже не так, великим князем Альгердом и князем Кейстутом. И вот на этом фундаменте и возникла вот эта вот земля литовская, которая представляла собой действительно значительную силу и в военном, экономическом и в культурном плане. Вот, поэтому и вот население, которое на этой территории жило, себя называло не всегда, не все, зависело от статуса, зависело от сословия, зависело от уровня грамотности, называли себя литвинами, по крайней мере, когда выезжали за границу. Если когда они возвращались домой и мог сказать, что я вот все-таки там русин, потому что я православный, но когда я выеду в Польшу, там я литвин, что от этого, он меньше литвин, чем который был балтоговорящий, колбящий литвин? Нет, конечно. Так тогда народ не делился. Постепенно вот литвины, это уже был политический народ. Конечно. Конечно. Литвины это были те, которые имели право голоса, которые имели что-то решать, могли, понимаете? Это вот постепенно справился политический народ, которые стали называться литвинами. Ну, это в связи с тем, да, в связи с тем, кто... Мне кажется, не важно, это было Балтских корней или Рутенских корней. Мне кажется, это всегда не важно. Абсолютно, абсолютно. Да, абсолютно. Поскольку просто не говорили все Великие княжества, вместо вот этого длинного титула использовали просто сокращенно слово Литва или название Литва. Но это имелось в виду земля литовская, а не какая-то малюсенькая территория, там ядро какого-то когда-то племени Литва. Никто толком не знает, где-то племя Литва вообще жила. Где было это вот это ядро? До сих пор никто не знает. И никто не нашел, не очертил. Все только составляют какие-то примерные карты, судя по каким-то археологическим исследованиям. Но на самом деле там большого отличия между этими курганами восточно-литовскими, где вот вроде бы как это было. Нет, там практически идентичный инвентарь. Но это могли быть средневековые волости Диволтва или Нальщаны, или Дайнова, или там еще что-то. То есть та истинная Литва, это более, знаете, это как вот эта индуистическая река Сарасвати, которая осталась только в легендах, но никто не знает, где она текла. Так и с этой истинной Литвой. А то, что человек пишет, что, мол, белорусы, там опять, ну, это, значит, это cancel culture-то такая. Это абсолютно слепое, абсолютно никуда не ведущее направление. Поскольку прошлое в этом регионе было намного многограннее и пестрее, чем на самом деле. Сегодня его некоторые пытаются себе представить. И теперь... Последний комментарий. Да, и теперь последний комментарий. Этот комментарий от современного белоруса. Как ведать историчную правду и снуют розные навуки, наприклад лингвистыка и филология. И здесь я понимаю, какой-то пример он приводит. Прусский просветар Масвидус склал катахезму для жемойцев, и жемойцам прямо пиша «Каждый крещеный жмогу сповинна». На мове. «Каждый крещеный жмогу сповинны». Частовак тева ирматина. Частовак тату и мати. Законс алба. Закон альба. Апе святаси крикшта швентая. Али святаси крыста святая. Пана Христос. Пан Христос. Недостойный и негодный премеж. Недостойна и негодна премеж. Это он приводит, я понимаю, сразу на сравнение, я понимаю, по тогдашему... Да, да. Я, честно говоря, не читал катахизис Мажвидуса, поскольку этот комментатор взял выдержки «Надеюсь». Я не видел оригинального текста, это следует поискать, поскольку не знаю, где... Если он печатался, этот катахизис, если его можно где-то найти, почитать в оригинале, перепечатанном, конечно. Но даже если в языке Мажвидуса вот были, можно их назвать как бы старые белорусизмы, поскольку, да, это перекликается с белорусской лексикой, но так это же не значит, что весь язык такой. Ведь эти рецепции из языка в язык существовали, существуют и будут существовать. Это же не значит, что прямо весь литовский язык... Ну, хорошо, некоторые спорят, если язык Мажвидуса сто процентов литовский, если там, например, нету там жемайской лексики, поскольку он родился на территории, которая была ближе к Жемайте, и даже, по-моему, там кто-то из его родителей вроде происходил из Жемайте. Его этническое происхождение такое, наверное, смешанное. Но это не меняет факта в том, что он все равно свой язык называл литовским, он это напечатал для католиков-литовцев. И то, что там была лексика, которая перекликается со старо-белорусским языком, это не меняет сути. Поскольку, например, в старо-белорусском языке можно найти массу лексики, лексических рецепций, заимствований из немецкого языка через чешский, то есть старо-чешский, старо-польский. И в современном белорусском языке много таких заимствований. Мы не говорим торговлю, мы говорим гандель по-белорусски, а это копипейст из немецкого языка. Папера, папир, цегла, цибуля по-белорусски, лук, это все. Цегла – это кирпич. И продолжать можно дальше, и дальше, и дальше. Ганок, да, аусганк, пожалуйста, из немецкого языка. И что? От этого что? Белорусский язык стал немецким? Ну, это смешно. Вот как вот люди совершенно головой не думают, но пишут комментарии с каким-то там претензией на какую-то оригинальность. Да посмотрите, вы прочитаете весь текст, вырываете из контекста какие-то фразы. Да, это даже интересно, если лексика литовского языка в 16 веке имела вот такие заимствования. Ну, это прекрасно. Что тут плохого? Ну, не было там... Конечно, можно сказать, что в каком-то культурном плане старо-белорусские земли стояли несколько выше, чем литовские, поскольку они уже имели государство, имели письменность, а там, где была письменность, был более высокий уровень культуры, и это отражалось на лексике. Вот, то есть тут точно так же мы, как я уже сказал, наши предки делали заимствование из других языков, и что? Вот, то есть это вот абсолютно... Не знаю, что этим хотел этот человек сказать, но показал только свою глупость и совершенно непонимание процесса исторической эволюции языков. То, что, например, в Литве межвоенной произвели такую своеобразную чистку литовского языка, литературного, убрали вот эти вот... Даже я слышал, что эти слова стали называть барбаризмами, или славянизмами, какими-то измами. Ну, это хорошо. Сделали и сделали. Это уже не нам судить, как говорится. Мне кажется, что это неправильно, что язык должен иметь... Язык — это живой инструмент общения, и он должен оставаться таким, каким он формировался постепенно. Мы же все знаем сегодня, даже не лингвисты, что и балты, и славяне лексически произошли из одного балта славянского какого-то праязыка, и потом постепенно эти наречи распадались. То есть корни все равно это были общие. Что тут делить? Кто был более славянский, кто был более балтский? Я думаю, что люди, которые жили на территории вот юго-восточной Литвы и северо-западной Беларуси, предки вот этих людей в средние века, в 12-м, в 11-м, в 13-м веках, они, скорее всего, друг друга прекрасно понимали, потому что, скорее всего, большая часть населения была двуязычной, или каким-то образом эти наречия воспринимали с рождения, поскольку были эти браки, все равно женились, все равно не было там китайской стены, не было там какого-то рва, какой-то, не знаю, пропасти между этими людьми. Вот, поэтому и лексика это переходила, поэтому эти заимствования были, и все равно в литовском таки слово «божничье». Откуда оно появилось? Это «божница». Это старое белорусское слово. «Божница» — это храм. Когда-то называлось «божница», вот это какая-то, не знаю, там языческое сооружение, где тоже почитали Бога. Вот «божница» — это старое слово, очень архаичное, но оно в литовском языке существует, как и в белорусском. Или «великес» — это название «великдень», это «пасха» на литовском и на белорусском. Это тоже заимствование из белорусского языка. И что? Что от этого? Мы будем считать, что литовский язык менее ценный? Ну, это бред. Бред. В белорусском языке тоже нам можно найти заимствования какие-то в пограничных диалектах. Там есть тоже какие-то слова из литовского. Например, «кумпяк», «и мои предки» из-под неси же. А это считается, что это больше литовская лексика. Ну, и что? Глупый комментарий совершенно. Я не знаю, почему люди не подумают, но пишут. Ну, по крайней мере, нам есть, что потом обсудить. Спасибо, Егор. В следующий раз, когда будем проводить рубрику «Обсуждение комментариев», четыре комментария беру я. Также хочу напомнить, что любой из вас может участвовать в нашей передаче. Пожалуйста, пишите в комментарии. И не будьте участвовать. Никто тут никому никакие препоны не ставит. Чем больше будет круг общения, тем лучше. Вот это и есть идея. Чем больше будет людей, тем больше все мы будем литвой. Поскольку история у нас общая, и ее лучше изучать вместе и делиться какими-то своими соображениями и новыми находками, новой информацией, чем писать глупые комментарии и, как говорится, тихо сам собой вести беседы. Ну, человек так думает. Это его право. Может, где-то он ошибается, а может, где-то он и прав. Понимаете? Тут, как говорится, у нас нет права. Должны перестать быть зашоренными, должны перестать смотреть на мир какими-то вот этими националистическими нарративами. Они уже давно устарели. Сегодня историография шагнула давно вперед, и сегодня смотрим на прошлое совсем не так. К сожалению, 20 век вот был именно вот большая трагедия для историографии, что она была использована в политических целях, что старались разделить прошлое, которое никогда какими-то твердыми границами, линиями не было разделено. И нам это внушали, что на самом деле вот так вот оно было, да-да-да. Но это неправда. Сегодня оказывается, что это была политическая пропаганда. когда ты добавишь, политическая элита, ну, даже, что не элита, а просто политическому народу, ВКЛ, он уже был-то весь вмешанный. Конечно. Конечно. Не было там чистых каких-то балтов, чистых рутенов. Там все были перебывки. Да, понятий таких не было балтов. Перебывкованные. Да, понятий таких не было. Да, там, вы знали, что есть язык славянский, но язык славянским называли именно литургический язык. Но не было такого понятия «мы славяне». Не было, не говорились ни шляхты, ни крестьяне. Точно так же никто себя не назвал балтами. Это понятие, это все, эти понятия вышли обратно, или вошли опять в этот вот научно-исторический обиход даже в XIX веке, когда стали вдруг делить, разделять, потому что стали формироваться нации и появилось вот такое, можно сказать, социальный заказ на такие нарративы, на злобу дня, что называется. Но они оказались псевдоисторическими, поскольку невозможно разделить прошлое, которое таким вот зеленым не было. Вот. И это надо сегодня абсолютно ясно признать и тогда многое станет яснее и понятнее. И не нужно будет потом писать глупые комментарии. Спасибо, Легор. Спасибо, друзья. До следующих встреч. Всего хорошего. Спасибо, Валерий.